ребята всем доброго утра мы приехали устраиваться и расскажем вкратце чем заниматься ребята готова устроился поехали в десов покажем чем вкратце будем заниматься все расскажем все объясним подъезжаем ребята видим автомобили со значками у учебные грузовые автомобили ребята мы находимся тысов номер один и проводится обучение водителей хотелось сообщить нашей компании открылось новое подразделение которое занимается александр сейчас вкратце нам расскажет занимается тем что обучает водителей на категорию c и имеющиеся категории c переобучение с переобучение цена c и обучение занимает в среднем два месяца желающие желающие значит история следующая если вы хотите отучиться на c и но не имейте как возможности либо переживайте по какому-то поводу либо еще что-то разные кого какие-то причины но желание есть поскольку на c и обучиться это такие время и деньги возможно с ней потом устроиться куда-то то мы можем вас обучить за счет организации отел и категорию c и если вы проживать в любом регионе нашей страны звоните в отдел кадров номер оставишь в описании до оставишь номер общаетесь все подробности узнаете то есть вкратце своими словами компания предоставляет бесплатное переобучение с ценой у кого было желание кто хотел когда-либо попробовать есть такая возможность здесь надо не попробовать надо давать себе отчет еще скратце вам расскажу если вы хотите понимаете что вы готовы работать водителем дальнобойщиком не так что пойду попробую пойти попробую не получится то есть если вы настроились готовы хотите и можете это сделать за счет компания приезжайте билеты компенсируются неважно где вы живете то есть билеты вы оплачиваете билеты компенсирует то есть деньги на билеты мы не будем высылать потому что мы вышли человек может не доехать человек приезжает сначала звонит в отдел кадров общается ему все сейчас мы расскажем но там подробно еще раз все описываю он принимает для себя решение если он готов говорит что выезжает приезжает подписывает договор учебный сначала как я понимаю устраивается проходит обучение билеты стоимость билетов компенсируется дальше общежитие предоставляется проживание за желание да пожалуйста проживание зарплаты на момент обучения тоже будет то есть будет еще и зарплата на момент обучения до невеликая но нормально для существования как будто как стипендия одну грубо грубо стипендия но адекватная вы обучаетесь пять дней в неделю на территории доставка сейчас скажем еще про технику ребята получаете даете экзамен получаете автомобиль но мне так что сразу получать автомобиль карту тахографа карту тахографа получаете дальше вам дают водителя наставника вы стажируетесь неделя-две кому сколько потребует уже на тягаче уже на работе работе полностью либо риф либо площадка либо что же что угодно что угодно что угодно дальше получаете свой автомобиль и работаете полноценно и все также хотелось сказать про технику да про технику напомнил смотрите здесь обучение идет на урале с прицепом но мы будем проводить обучение на нашей технике то есть будет наш тягач наш прицеп полностью чтобы человек был сразу готов потому что да пос привыкал к нужным конечно конечно сразу будете на тягаче с полуприцепом обучаться будете отрабатывать элементы которые пригодятся по технике ребята прицеп готов будет площадка открытая бортовая без бортов за камазом мы сегодня выезжаем москву пригоняем камаз и угоняем его сервис переделываем педальный узел оборудование педалями автомобиль будет полностью учебный инструктор должен иметь свой комплект педалей потому что по-другому иногда не может и полноценный учебный автомобиль будет переделывается камаз специально под обучение справа делается сцепление тормоза все это будет официально все зарегистрировано еще что хотелось сказать то по поводу тягача я устроен ребята в эту компанию специалистом по обучению будут присутствовать здесь с вами подсказывать какие-то нюансы где-то что-то помогать после обучения проедусь с вами по городу расскажу какие-то нюансы и во время обучения да какие-то нюансы что-то буду подсказывать где-то какие-то моменты то есть буду присутствовать с вами первая группа у нас набирается уже сейчас до нового года планируется выпуститься первые партия водителей с категории е так что еще раз повторяем желающие звоните не бойтесь не стесняйтесь если есть твердое желание переучиться на категорию е если хотите стать водителем дальнобойщиком до водителем профессионалом то мы вас ждем вот так вот что еще скажем добро пожаловать будем рады видеть вас ребята мы пошли посмотрим учебный класс покажем где будет проводиться теория здесь практика там теория также ребята хотелось добавить у кого есть категория на данный момент уже есть категория е также ждем вас александр что по поводу есть также работа для местных по городу да есть работа по городу город область да кто с ленинграда то есть есть ребята работа питер москва из питер москва доходит точно я знаю вот пошли в класс я вот здесь с вами в этом классе ребята будут теоретические занятия на компьютерах решаются билеты наверное подсказывать это ребята класс по устройству целиком автомобиль в теории есть тоже практические занятия но как вы слово практические занятия понимаете только за уровень а здесь и ПДД получается да общий класс такой то есть каждый курсант обучающий должен пощупать своими руками не только теоретики не только грудь грудит а практические занятия это когда он должен посмотреть потрогать запчасть что это такое что внутри состоит как хорошо устроена крутится не крутится где масло где топливо где смесь где педаль ребята познакомьтесь это виталия мы находимся на тургай и что такая красота стоила 24 тысячи лампы там отдельный тоже дорогу целиком блок билет блок но он вместо лампочки лампочку снимаешь затягиваешь вместо лампочки и отдельно провода получается подключаешь на это на те же провода которые а если у тебя перегорит сколько будет стоить это все целиком гарантия год но но вот то есть они того короче я брал по 5 лет это вы нам слепить едете да регулировано все четко вроде как сабвуфер у тебя а если пораньше встал в час выехал по вашему там-то я в 3 выехал по якобовскому не это все такое рабочий момент актерс ровный пол ребята красота автомат коробка как нам по третьим было не имеется у меня на 0 для средства да да такой же педальники а где у тебя сам стоит а как ты это все отдельные у тебя это стоит тут отдельно провода 12 вольт преобразователь сзади моноблок сзади на него стоит отдельный отдельный моноблок здесь фронт динамики я поменял тоже они эстрадные стоят а ты стоял как реальные я вокалы наставил а здесь эстрадка стоит то есть она громче и скажем так чуть-чуть почище и мне больше и здесь пищалку поставил то есть и туда пищалку поставил вот эти шелковые маленькие как у тебя стоят такие же маленькие стоят здесь через один микросовик а тебе что колонка здесь здесь ты провел как пищалка она через магнитолу через блютуз почему блютуз отсюда вывел я каналы то есть отдельно по канально на каждой динамике это это жал 22 еще канала отдельных идут на это я понял у тебя то есть тут стерео хуярит как там постучали тут по гудела и моноблок не усилитель моноблок в чем разница усилитель усилитель он все часто да с музыкой это чисто бас да да у меня моноблок стоял в комике монетизация ребята с его монет так что слушаем музыку пионерка а где здесь на рц приставе рц рц там вообще красиво мы тут с елабуги возили стекла на каму на парадок я дискотеку устраивал а а а как красиво а 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 спускаемся ребята на горняке посмотрите сколько у меня живности на стекле надолбилось теплая погода 21 градус сейчас доедем до стоянки до стоянки осталось 70 километров от моем стекло и будем отдыхать завтра с утра поедем в область погружаемся в области и мне скинули заявку ребята грузимся мы завтра в центре казани правильно называется центр семья у набережной так и написано в центре казани грузим какую-то сцену видимо было какое-то мероприятие мы грузим со сцены это соответственно будет двойная боковая с ремнями везем в москву нам надо будет заехать в казань аккуратно потому что напомню в казани ребята улицы ну то есть в улице полосы очень узкие то есть на грузовой машине ты находишься в полосе в аккурат по колеса левая линия по колеса правая а зеркала уже в соседних полосах то есть завтра надо будет аккуратно аккуратно внимательно добраться до центра сори навигатор сказал что камера на 70 мы это знаем вот надо будет аккуратно аккуратно добраться загрузиться и так же выехать и поедем в сторону москвы вот пока такая заявка ну я думаю будет интересно потому что мы будем в центре казани а был я в центре казани туристом ребята я знаю что там очень узко движение в будний день тем более то есть вот по идее было бы в идеале заехать ночью где-то там на площади паркнуться переночевать загрузиться и так же выехать ночью чтобы не мешать местным жителям как говорится туристам потому что еще летний сезон да ребята снова навигатор но выключить я его не могу если я его смахну выключу то доснимав ролик снова его включу он сбросится это функция Яндекса я не знаю для чего это сделано после обновления все мучаются абсолютно все мучаются с Яндекс навигатором то есть раньше было давайте так говорю чтобы не мешать туристам местным жителям туристам так как еще идет ну туристический сезон лето а мы там будем на тягаче по центру ездить понятно что нужно вывозить я не знаю что там было за мероприятие может быть завтра сообщу скажу вот у Яндекс навигатора после обновления есть такая фишка наверное многие с этим столкнулись вбив адрес я допустим ну посмотрел в какой километраж примерно сворачиваю убираю вообще приложение и занимаюсь своими делами так как я на этой дороге был неоднократно что она в две полосы едешь и едешь все спокойно для чего телефон разряжать ну и тем более он нагревается когда жара на него лупит он стоит для чего то есть если ты просто едешь допустим периодически заходишь смотришь сколько осталось либо какая-то населеночка чтобы посмотреть где камера где что а он сбросился это ладно допустим да что такое то я не могу ребята выкручить извиняюсь прям допустим пол беды если у тебя есть интернет это пол беды и ты знаешь примерно куда тебе ехать вот допустим как сейчас на казань я могу снова нажать на голосовой сказать казань он хлопни простроил я нажал поехали но первый минус если нет интернета этого сделать не получится то есть не будет ничего показывать просто стрелочка на пустом экране на пустой карте это первый минус второй минус когда вы проложили допустим вам вот мне завтра надо будет в Казань я проложу по широкой улице допустим поставлю через 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 сам для себя выберу маршрут проложу не так как он мне покажет напрямую вот этот момент тоже при включенном даже навигаторе может сброситься в какой то момент в который тебе нужно внимательно ехать смотреть за обстановкой на дороге у тебя сбрасывается навигатор и ты примерно понимаешь где тебе первый поворот сделать а дальше вообще ни хрена не помнишь там какое название улицы в этом огромный минус не знаю когда это исправят в навигаторе но это это прям сильно доставляет кучу неудобств вот завтра нас ждет веселый день но мы не унываем постараемся сделаем потихоньку потихоньку в общем завтра такой денек у меня боевой а сегодня я уже хочу спать и отдыхать потому что мы выехали в час дня по местному времени по времени казани москвы а по екбм выехали в 3 все вперед надо отмывать это все дело боковые это чистые хорошо городочок тоже маленький спуск готовы ребята мы на стоянке сразу смотрим высоко не высоко блоки нет отлично блок низкий паркуемся рядом с камазом пойдем отмывать стекло будем отдыхать хорошая стоянка белка он живет маленькая бегает мы ей прозвали мишка димка я у белки да вроде не высокий нормально не качайся паркуемся сразу делаем обход автомобиля щупаем ступицы и вперед холодно грязный пока выезжал полетники я не стал сувать сюда высота запас хороший все отлично пойдем на той стороне пощупаем и отмывать стекло все отдыхать сейчас в ночи не спим приступаем к мойке окон достали щетку берем ферри сразу наношу ферри бедно таким вот слоем не жалеем смачиваем окно и моем все слабо сюда это у меня пищевая губка это техническая губка это так что-нибудь хрен знает просто губка это большая губка там пол мыть тряпочка ее надо постирать кстати забрать все начинаем мыть встаем штуковину стекло у нас ребята готово лобовое помыл фонари ходовые туманки номер чистенький сейчас пойду дальше знаете тоже помыл потому что завтра по городу будем кататься и пойду все дальше ходом мыть здесь все помоем что такое все пыльное после дождя сзади все помоем пройдемся пока время есть на улице тепло водички долил и